Как бы грустно ни звучало, но лето заканчивается, а у школьников заканчиваются еще и каникулы. О готовности столичных школ к новому учебному году будем говорить сегодня с председателем постоянной комиссии Чебоксарского городского собрания депутатов по социальному развитию и экологии Наталья Ванеркина. Наталья Николаевна, здравствуйте. День добрый. Я вот сразу начну с такой непростой темы. Как-то в марте, в воскресенье, меня разбудил звонок нашего продюсера, обрушилась школа. Вот с тех пор что-то у нас изменилось в процедуре проверки комиссии школ к началу учебного года? Ну да, надо сказать, что все школы у нас в городе Чебоксары прошли проверку с 1 по 13 августа. Территориальный орган. И там контролируют какие контролирующие органы? Это, конечно, УМВД, это Росгвардия, это администрация города Чебоксары, это управление образованием, Роспотребнадзор. И то есть эта межведомственная комиссия, конечно, они очень все строго подходят, проверяют материально-техническую базу, проверяют готовность учебного заведения к образовательному процессу. А вот именно состояние несущей конструкции сейчас кто-нибудь проверяет у нас? Ну, знаете, на сегодняшний день, в текущем году было выделено порядка 300 миллионов рублей из бюджетов разных уровней, именно для решения вопросов капитального ремонта. Сейчас вы вспомните, три учреждения у нас именно, которые имеют износ более 50 и более процентов, было выделено финансирование. Плюс дополнительный корпус, второй корпус 61-й школы был введен в этом году. И, конечно же, эти мероприятия всегда стоят на контроле, и постепенно, как деньги поступают, конечно, все мероприятия делаются по капитальному ремонту. В Чебоксарах все равно больше, да, школы все равно все под надзором, они все на виду. И действительно, если на капитальный ремонт деньги выделяются, значит, я думаю, что о состоянии, во всяком случае, все контролирующие органы знают. Да, ну и в течение предыдущих лет, то есть каким образом подход? Сначала все школы, сначала покрыли крыши, чтобы крыша не текла, все постепенно, то есть поменяли пищеблоки в каждом учреждении, в каждой школе. Сейчас эта программа работает уже в детских садах, и на сегодняшний день, в этом году 20 миллионов рублей выделили в детские сады. То есть все постепенно, но все поэтапно и все под контролем, конечно же. То есть, получается, пищеблоки, крыши, да, какое следующее, чтобы дальше менять? Самое главное, что учреждение было готово, то есть это к отопительному сезону, здесь тоже очень много разных мероприятий. Ну да, что в барышках писать не очень удобно, да? Поэтому все под контролем, и все делается поэтапно. Что касается безопасности, вот здесь тоже у нас как организовано? Ну, конечно, в каждом учреждении есть паспорт безопасности, и руководитель в любом случае выполняет мероприятия, которые там прописаны. И на сегодняшний день во всех учреждениях, общеобразовательных, детских садах все вопросы отработаны. Установлены металлоискатели, рамки, то есть в любом случае для того, чтобы... Хотелось бы, может быть, даже обратиться, зачастую родители, очень часто деток своих, ну, приводя в школу, особенно начальную школу, хотят провести прямо до класса. Вот родителям не нужно переживать. Вы довезли, допроводили ребенка до дверей, в общеобразовательное учреждение, все. Теперь ребенок, он, конечно, под защитой. Ничто, ничего с ним не произойдет. Поэтому ребенка встречает классный руководитель, и дальше уже ответственность руководителя в общеобразовательное учреждение. Поэтому, почему очень многие возмущаются? Действительно, система такова, что если вы хотите попасть в общеобразовательное учреждение, вам нужно зарегистрироваться, сказать, по какому вопросу вы проходите, показать документу застеряющей личность. Это просто безопасность наших детей. И я хочу, чтобы родители, конечно, понимали этот вопрос, потому что это безопасность их детей в первую очередь. Ну, конечно, потому что под видом родителя, да, так может пройти, на самом деле, школу кто угодно, и это касается безопасности их детей в том числе. А я знаю, что вот такие вещи, как техническое состояние, да, несущие конструкции, проверяют специальные службы все равно. Я знаю, что вы из депутатской комиссии всегда выходите тоже проверять школу перед учебным годом. Вот вы на что, в первую очередь, обращаете внимание? Ну, мы, наверное, из депутатской комиссии, когда выходим, да, мы, то есть, обращаем внимание на готовность учреждения в общем. Конечно, уже к этому моменту все комиссии уже международные прошли, протоколы все подписаны. Мы чаще всего даже смотрим, как проходит самообразовательный процесс, как кормят детей. Потому что на сегодняшний день всех деток, кроме одной школы, у нас, собственно, 61 школа кормит своих детей, у нас отданы системы питания на аутсерсинг. То есть, это сторонняя организация, организует именно процесс питания, да. То есть, мы смотрим, как бы, и на эти мероприятия смотрим, насколько финансирование надлежащим образом выделено на текущий ремонт. Потому что здесь не только капитальный ремонт, но еще и текущий ремонт во всех учреждениях. То есть, актуальный вопрос. Поэтому все вопросы проверяем. Насчет питания. Что-нибудь есть? Какое-нибудь блюдо, которое вам любимое и которое вы бы не стали есть, будучи школьником? Такого, наверное, нет. А дети что говорят ваши? Как вам вообще им питание? Нравится? Как в школе кормят? На самом деле, когда вы даже выходили с проверками, более того, у нас же в каждом учебном заведении есть родительский комитет. И ведь родители, они действительно, у нас родители все очень активно есть. Родительское сообщество и города, есть в каждой общей образовательной организации. И поэтому родители всегда сами приходят и пробуют, и тестируют, и именно берут пробы именно на питание. И какие есть и нарекания есть, всегда высказываются, всегда, я думаю, система питания меняется. Потому что все директора уделяют должное внимание и этому вопросу. Еще раз уточню. Получается, что у нас, вот вы сказали, все акты подписаны. У нас сейчас все учебные заведения, все школы города готовы к началу учебного года. Это начало учебного процесса. Были какие-то такие у нас школы, которые, вот сам, не знаю, до последнего момента вызывали какие-то опасения? Нет, таких школ нет. В 2017 году у нас открылась новая школа в микрорайоне по улице Гладково. В этом году открывается тоже новая школа в микрорайоне Волжский 3. А вот эти вот новые школы, они как-то снимут проблему вторых и даже третьих смен в городе? Да, определенно снимают конкретную проблему. Почему? Потому что, конечно, вот в этом году 22 школы, к сожалению, все равно будут работать в двусменном режиме. Но школа в Волжском открывается на 1100 мест. И действительно разгружаются ближлежащие школы. И тем самым, конечно, возможно, большее количество школы должны были бы перейти на двусменный режим. Но осталось, вот в прошлом году было 20 школ, в этом году 22 школы. И поэтому, конечно, определенная разгрузка есть. Школу на Гладково тоже разгрузила центр города очень существенно. То есть постепенно, поэтапно, вторые смены пока есть, но их меньше, да, по городу причем? Ну, будем очень сильно надеяться, что их будет стать меньше, потому что в 2020 году будет введена школа и в Новом городе. Это 1600 мест на сегодняшний день. Потому что детки приезжают в ближлежащие, в 33-ю школу, то есть ближлежащие школы на автобусах с района Нового, с района Нового города. И, конечно, когда будет там школа, там тоже ближлежащая школа, они будут разгружены от второй смены. А вот что касается самой школы, в районе Волжске-3, по моим данным, около 12 первых классов уже набрали. Как думаете, там-то они справятся в одну смену или придется тоже ввозить две и так далее? Ну, я думаю, руководитель в любом случае сделает верное решение. Я думаю, что они справятся с таким количеством детей, которые заявлены на сегодняшний день. Поэтому школа запускается 2 сентября и совершенно уверена, что там все будет на должном уровне организовано. Вот вы сказали, что следующее у нас на очереди, да, это Новый город, там школа откроется. Какие еще микрорайоны у нас ждут школы и когда они их дождутся? Ну, тут очень многое зависит ведь от финансирования. Потому что те проекты, которые были заявлены, то, о чем мы говорили, они действительно реализованы. Школа Гладкова, школа Уорский, Новый город. Следующий на очереди, конечно, это микрорайон Садовый. Потом очень большая потребность в микрорайоне Лента, потому что проекты есть, готовы. И если вот будет финансировано, то, конечно, все по этапам будем устроить новые школы. За микрорайон университет особенно попросить тоже хочется, зная, что есть тоже проблемы. Потому что какая-то 61-я, да, там, по-моему, школа? 62-я там школа находится, да, тоже определенная. Конечно, у нас строятся микрорайоны, и даже на сегодняшний день застройщики говорят о чем. Вот новый микрорайон застраивается, есть, и застраивается инфраструктура. Вот приправленный микрорайон Кувшинка, там строится детский сад. Проект был сделан значительно ранее, там года 2-3, если я не ошибаюсь. В этом году она будет введена. И поэтому, когда жители, горожане покупают себе жилье, как правило, там молодые семьи, они, конечно же, смотрят ту инфраструктуру, которая существует. То же самое для Новогорода. Три детских сада уже есть, школа уже будет, поликлиника уже есть. Ну, все, там замечательное жилье, и, конечно, люди покупают там квартиры. И, конечно, таким образом наш город растет. Ведь у нас уже 503 тысячи. Ну, да, то есть, действительно, что если молодые семьи, да, сначала садик. В любом случае, а потом, когда школа уже подоспеет. По садикам тоже, на самом деле, хочется услышать. На одном из совещаний Алексей Латков говорил, что есть отставание по большинству сейчас объектов, которые у нас строятся. Но подрядчиков уже поменяли, и вот сейчас ситуация должна сдвинуться. Как сейчас обстоят дела? Ну, на сегодняшний день из 10 заявленных учреждений 2 детских сада уже введены. В микрорайон Садовый и Новый город. Остается еще 8. Они будут введены, в любом случае, до конца года. По поводу смены подрядчиков. Сменили, как раз, в микрорайоне университета одного подрядчика. И тут, конечно, существует определенная проблема, но это конкурсная процедура. Тут никак не избежать этого вопроса. Но до конца года эти детские сады будут введены и укомплектованы. То есть до конца этого года уже их издадут? Да, конечно, их издадут. В любом случае, должны? Да. Не могу не воспользоваться тоже служебным положением и спросить, скоро детский сад в университете 2. Там как? Тоже до конца года должны быть? Ну, как раз в этом детском саду, как раз, именили подрядчика. То есть в любом случае, детский сад будет введен. Ну, все, значит, строим. Еще тоже последний вопрос у меня. Буквально сегодня в СМИ читала такую интересную информацию. Информагентства писали, что депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить каникулы до 1 октября. Предложение уже на столе вице-премьера Татьяны Голиковой. Как относитесь к этому варианту, когда каникулы до 1 октября? Ну, не знаю, может быть, конечно, отдыхать всегда замечательно, но летние три месяца, я думаю, более чем достаточно для того, чтобы ребенок отдохнул. И ведь когда ребенок отдыхает, для родителей тоже определенная нагрузка есть. Покушал ребенок, особенно средначальное звено, да? Поэтому родители стараются либо в лагерь отправить ребенка, либо к бабушке отправить ребенка. Ну, наверное, инициатива, конечно, замечательная, но, думаю, 1 сентября всем надо учиться, потому что учебная нагрузка в итоге будет каким образом распределена? Будет нагрузка, значит, на больше уроков. Да, поэтому, я думаю, инициатива замечательная, но с 1 сентября мы вроде все привыкли идти в школу, и поэтому надо уже начинать подготовиться к учебному году. Ну, и вообще хорошего, в общем-то говоря, в меру, да? Согласна с вами совершенно. Да простят нас школьники. Ну что ж, спасибо большое. Я напоминаю, мы говорили с председателем постоянной комиссии Чебоксарского городского собрания депутатов по социальному развитию и экологии Натальи Иванеркиной. КОНЕЦ